Здарова! С вами Моборг, я Трэш и это Андроид Шейк! Подписчик RedKivePlay собрал свыше 100 лайков под просьбой составить топ сюжетных игр. Ну что ж, поехали! Игры от компании Telltale Games можно смело считать одними из самых интересных сюжетных игр и не только на Android. Ходячий эволк среди нас и недавний Batman The Telltale Series без сомнения затянут игроков своими историями и интригующим сюжетом. Причем каждый найдет адвенчуру на свой вкус. Будь то готический Готэм, неонуарный город сказаний или постапокалиптический мир зомби. Каждая игра Telltale Games это затягивающий игровой сериал, в котором каждое событие зависит только от вас. Грим Фанданго вышел еще в далеком 98-м, а греет сердца геймеров по сей день. Перезапуск квеста получил не сильно улучшенную графику, но это и не главное. Главное в Грим Фанданго это потрясающий сюжет, интриги и море черного юмора. Действие игры происходит в загробном мире, где умершее завершает свой путь, пребывая в девятый мир. А вы играете за Мэнни Калавера, турагента на тот свет. Грешные людишки не дают нашему герою выйти на вечный покой. И вы решаете как-то действовать. Самым знаменитым проектом Inkle Ltd является серия Sorcery. Недавний четвертый эпизод завершает повествование о борьбе с архимагом за волшебную корону. Так что если ты любишь геймбуки, у тебя есть куча часов свободного времени, и ты пропустил легендарную текстовую ролевуху, можешь смело приступать к серии. В Sorcery кроме элементов классического геймбука вы обнаружите открытый мир и оригинальную боевую систему. А каждый ваш выбор будет иметь значение в сюжете и давать вам преимущество в сражениях. Или напротив, лишать вас рук и еще чего поважнее. Зебана Сага – это некий симбиоз Sorcery с героями меча и магии. Вы погрузитесь в сюжет, захватывающий ролевую игры, основанный на скандинавских мифах и сказаниях. Солнце остановилось, мир накрыло пеленой холода и мрака. А нашествие загадочных воинов Дреджей свидетельствует о приближении конца света. Люди и великаны Варлы остались без поддержки богов и теперь от вас зависит выживание народов. Зебана Сага – прекрасно все. От уникальной системы пошаговых боев и сюжета до музыкального сопровождения и мультипликационной стилизации. Валент Харц – это великолепная пазл-адвенчура, акценты которой сильно смещены на проработанный сюжет, нежели на геймплей. Вы погрузитесь в потрясающую и душесчипательную историю, посвященную событиям Первой мировой войны. Четыре персонажа с разными судьбами, тесно приплетенными друг с другом. По мере прохождения вы будете находить настоящие письма, документы и фотографии реальных людей. Прикоснитесь к кусочку истории и настоящему художественному произведению под названием «Валент Харц». Я нарыл неплохой элдскульный шутер 2013 года под названием «Неон Шадоу». А это значит, время отправиться вперед в прошлое! «Неон Шадоу» – это крайне необычная игра по всем пунктам. Во-первых, здесь невероятно крутая оптимизация и графика для 2013 года. Во-вторых, помимо режима сингла с уничтожением роботехники, есть и крутой мультиплеер с дедматчами. А в-третьих, приготовьтесь! В игре есть режим «Сплитскрин», позволяющий поделить экран надвое и играть с другом в мультиплеер или компанию вдвоем на одном устройстве. Назовите мне хоть один мобильный экшен с режимом «Сплитскрин» на сегодняшний день. Это же просто бомба! Наконец, вышла долгожданная «Гангстер Нью Арленс» от компании «Гемлофт». И без сомнения, и вне всякой конкуренции заслужила звание «Игры недели». Вы во главе преступного мира пройдете десятки сюжетных заданий, будете защищать свой район и удерживать отвоеванную территорию. Каждая территория будет приносить вам прибыль для покупки нового оружия и предметов. «Гангстер Нью Арленс» предоставит вам возможность создать собственного уникального персонажа, построить криминальное государство и сделать Орлеан его столицей. К своему релизу готовится долгожданная «Спелл Соулс», которая была в стадии бета-тестирования больше года. Так что ждем на Android! Если смешать механику моба, Clash Royale и карточные игры, мы получим «Спелл Соулс Дуэль Легенд». По мере прохождения вы будете зарабатывать новые магические карточки, которые будут эффективно влиять на ход битвы. Каждый герой со своей стороны выпускает крипов трех видов, а ваша задача при помощи заработанных карт пробраться сквозь вражеских крипов и одолеть героя. «Спелл Соулс» — простая механика, приятная графика и затягивающие стратегические матчи длительностью до трех минут. Наверное, у кого-то пригорит пукан, но занятный трэш жив. Да, большинство проголосовало «за». Нет, пукан горит не у вас, а у героя нашего трэша. «Дюдсан Файр» — это простая и затягивающая аркада, главным героем которой является странное существо, которое не может остановиться из-за горящего зада. Вам следует увиливать от препятствий, собирать бонусы и открывать смешных персонажей с отсылками на всякие наркоманские фильмы и мультфильмы. Сыграйте, ведь вы ничего не теряете. Ну, кроме, быть может, времени. А на сегодня это все. Ставь лайк, делись видяшкой с дружбанами, качай игры с нашего сайта бесплатно, подписывайся на наш канал. Удачи тебе и до скорого!